МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести Хакасия. События недели в студии. Алексей Гончаренко в этом выпуске. Пенсионная реформа в первом чтении уже принята. Станет ли понятнее начисление денег? Пока не ясно. Но специалисты в новой формуле видят и плюсы. Меньше однозначно не будет. Тот размер, который есть, он сохранится. Хищные птицы в руках браконьеров. Охотники за соколами в Хакасии не переводятся. Но за охоту на краснокнижных птиц и зверей теперь уголовная ответственность, лишение свободы и большие штрафы. И не только за охоту. Стипендия для студентов училищ и техникумов с нового года вырастет более чем в два раза. А нуждающиеся в жилплощади получат под застройку земельные участники. Самый массовый старт за всю историю Кубка Хакасии. Свыше 500 спортсменов в первый день соревнований. Тренировать республиканскую команду приглашен специалист из Белоруссии. Те дети, которые есть, очень перспективные с ними. Интересно работать. Где пойдут первые домашние матчи абаканских саян, в какое время и сколько будет стоить билет на стадион? На этой неделе событие в Хакасии вновь стало предметом для обсуждения не только в республике. То, что произошло в Абакане, едва ли кого-то может оставить равнодушным, а потому и вышло в эфир в выпусках новостей федеральных телеканалов. В группу третьеклассников, возвращавшихся с экскурсии в школу, на пешеходном переходе на улице Некрасова на полном ходу влетела иномарка. Два мальчика с тяжелейшими травмами оказались в реанимации. Школьники с учителями переходили дорогу по правилам, дождавшись зеленого сигнала светофора. Обезопасить их не смогли ни пешеходный переход, ни предупреждающий знак «Дети», ни запрещающий движение машинам красный свет. Я только дорогу перешла и повернулась, то, что женщина закричала, и два ребенка лежало на дороге. Ой, ребятишки плакали, прямо она взлет. Медицинское освидетельствование выявило у водителя признаки наркотикой. Он задержан, помещен в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело. Оказалось, что наркополицейским уже приходилось иметь дело с этим гражданином. Данный гражданин привлекался нами к уголовной административной ответственности в 2009 году. К уголовной за факт сбыта наркотических средств и к административной за факт потребления наркотических средств без назначения врача. Виновник аварии Иван Попов хорошо знакомый инспекторам ГАИ. За те два года, что он имеет водительские права, его штрафовали 18 раз. Половину из них за превышение скорости, которое было, по всей видимости, и в этот раз. Накануне на этой самой улице Некрасова школьники проводили акцию «Остановитесь, хватит жертв», обращенную к водителям. Потому что чувствовать себя защищенным не позволяет действующее законодательство, хотя бы в части наказания виновных. Например, виновнику этой аварии грозит лишение свободы сроком до 4 лет. Наверняка многие посчитают даже максимальное наказание чересчур мягким и неадекватным содеянному. Это далеко не первый случай в Абакане за последние годы, когда дети под колеса автомобилей попадают на пешеходных переходах. На этой неделе дирекцией по особо охраняемым природным территориям Хакасии из федерального центра получен перечень особо ценных диких животных, птиц и рыб, незаконные действия, в отношении которых будут караться в соответствии с уголовным законодательством. В этот перечень вошли 11 видов рыб, 4 вида птиц и 8 видов млекопитающих. Согласно документу, незаконная их добыча, продажа, хранение или даже перевозка будут наказываться лишением свободы на срок до 3 лет и штрафом до 1 миллиона рублей. В отношении должностных лиц меры еще жестче, а за преступление, совершенное организованной группой, грозит срок до 7 лет. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. На территории Хакасии из указанного перечня обитают и млекопитающие, и птицы, и запрещенная к вылову рыба – сибирский осетр. На территории Хакасии из этого перечня обитает снежный парс, беркут и соколы. Это сапсан, кречет и балоба. Сокол балобан – птица, на которую в Хакасии очень часто ведется хищническая охота. Заказы поступают из арабских стран, и туда же идет нелегальный вывоз. Двое таких охотников были задержаны в Усть-Абаканском районе в сентябре. Один из них гражданин Сирии, другой уроженец этой страны с пропиской в Санкт-Петербурге. Пойманные птицы готовились к отправке, когда на браконьеров вышли инспекторы. Пять штук данных птиц. Твои птицы? Это сапсан. Да, это для лов. Лов для чего? Это сокол. Сокол. Кто непосредственно ловит этих соколов? Он араб. Понял. То есть арабы приезжают и ловят? А ты что делаешь? Я как бревочек водитель. То есть ты с ними постоянно ездишь? Ну, они постоянно ездят. Год. Да, да, да. Понятно. То есть этот год ты их постоянно возишь. Нелегальный отлов угрожает выживанию редких видов пернатых. Например, на Алтае и в Саянах численность краснокнижного балабана стремительно сокращается в первую очередь из-за отлова на продажу. В странах Ближнего Востока стоимость одной особи достигает 30 тысяч долларов. В России этот вид деятельности до вступления в силу постановления и утвержденного перечня наказывался всего лишь административным штрафом. За нарушение правил охоты будет составлен протокол административного правонарушения. За то, что вы производили отлов краснокнижных птиц без разрешения. Судя по тому, как ловко браконьеры управляются с хищной и гордой птицей, в этом деле они далеко не новички. У бывалых браконьеров на всякий случай для инспекторов имеются штампованные отговорки. Дескать, пойман они нами, мы купили или нашли, подобрали. Теперь такие доводы во внимание не принимаются. Даже в отношении тех, кто не причастен к незаконной охоте, но пойман с уликой в руках, будут применяться самые строгие меры. Стипендия для студентов училищ и техникумов с нового года вырастет более чем в два раза, а нуждающиеся в жилплощади получат под застройку земельные участки. Такие меры, по мнению властей, помогут решить кадровый вопрос рабочих строительных специальностей. Они самые востребованные в республике и их же большой дефицит. А об открывающихся перспективах таких специалистов в материале Константина Кравцова и Сергея Казмина. Судя по большому количеству строек, сегодня многие эксперты уверены, что в Хакасии отрасль, наконец, оправилась от финансового кризиса 2009-го. Объемы растут, а значит, строительная специальность становится наиболее востребованной. Уже сегодня наблюдается дефицит рабочих рук почти 30%. Десять месяцев 2013 года, порядка 11,5 миллиардов рублей освоено в строительстве. На 12% выросло ввод жилья по сравнению также с прошлым годом. Кадровый вопрос серьезно озадачил республиканские власти. Накануне Виктор Зимин посетил горный техникум в Черногорске. Это одна из кузнец рабочих специальностей. У техникума около ста направлений, от парикмахера до маляра. Вот, например, цех для подготовки сварщиков. Неглубокий, но... А какие же вы варили? Потолочный варил что-то? Потолочный? Ну, как полуавтоматом нет еще. А я начинаю. Да, сейчас автомат. И ванную сварку вы ничего не учили, да? Ванную сварку не делаете? Нет. В помещении по соседству полным ходом кипят отделочные работы. Впрочем, это вовсе не ремонт, а тренировочная база для тех студентов, кто в будущем будет придавать огранки в возведенные здания. Штукатур, маляр строительный, облицовщик плиточный, монтажник каркасно-отширных систем и столеш строительный. Мы считаем, что это как раз те направления, которые сейчас в отделочных работах достаточно хорошо востребованы. Потому что помимо мокрых процессов, есть сейчас и сухое строительство, это бицепартон, бицепартон, облицовка крупноразменными изделиями. На встрече со студентами и педагогами техникума Виктор Зимин заявил, что с нового года стипендия в среднеспециальных учреждениях вырастет с 600 до 1500 рублей. Также власти намерены студентам из других регионов выделять земельные участки под строительство. Главное сейчас привлечь как можно больше специалистов с руками, ведь строительные перспективы в Хакасии довольно серьезные. В течение трех-четырех лет республика построит минимум производств на больше чем на 20 тысяч рабочих мест, включая и новые обогатительные фабрики, и новый, или впервые, наверное, металлургический завод в республике будет. И мы его проработаем. Это на базе двух ротников, которые сегодня, решение принято, что мы их заберем. Помогать педагогам в воспитании специалистов, по мнению Виктора Зимина, должны и работодатели. Бизнес вкладывается в развитие учебно-технической базы, взамен получает нужные кадры. Вдобавок, это позволит гарантировать молодежи трудоустройство сразу после выпуска. Константин Кравцов, Сергей Казмин, Вестиха Кассия, События недели. Ну а как быть с пенсионным обеспечением? Этот вопрос на этой неделе решали депутаты Госдумы. Работа над законопроектом только начинается, но в первом чтении новая пенсионная реформа уже одобрена. Документ меняет принцип начисления денег. Одним из ключевых показателей станет стаж работы. Известно, что необходимый минимальный стаж будет 15 лет, а не 5, как сейчас. А максимальное пособие обеспечит стаж не менее 30 лет. Если отложить выход на пенсию на 5 лет, то она увеличится на 50%. Если на 10 лет, то пенсия увеличится почти вдвое. Ну а страховая часть пенсии теперь будет рассчитываться не в рублях, а в баллах. Правда, методика расчета этого балла, который будет влиять на размер пенсии, пока неизвестна. При этом пособия точно меньше не станут, обещают инициаторы реформы. В республиканском отделении пенсионного фонда нам прокомментировали в общих чертах, как отразится на размерах пенсионных пособий задуманная реформа. Есть у нас категория, которая уже получает пенсию, и категория людей, которые пойдут еще на пенсию после января 2015 года. Давайте рассмотрим сначала по категории пенсионеров. Вот практически у них не изменится ничего. Меньше однозначно не будет. Тот размер, который есть, он сохранится. Но по новой формуле, конечно, будет сделан перерасчет. И маловероятно того, что это практически увеличится. У будущей категории. Вот здесь сегодня просчитать, вот так сказать, как бы сложно, да, что человек будет получать. Ну, единственное, мне отрадно, что все-таки сейчас вход вообще в пенсионную систему, в страховую систему, то есть для того, чтобы иметь право на трудовую пенсию, увеличивается стаж. То есть стаж стал играть особую роль вот в расчете размера пенсии. Но это не значит, что та категория, которая не сможет выработать тех 15 лет в какой-то определенный период, когда будут оформляться на пенсии, они вообще останутся без всего. У нас все-таки социальное государство, и все равно социальный минимум, гарантии какие-то есть. Законопроект будет дорабатываться. Госдума приняла пенсионный пакет в первом чтении. В случае принятия закона в целом он вступит в силу 1 января 2015 года. Напомню, президент попросил сделать систему начисления пенсии более простой и понятной, чем существующая. Но уже немало авторитетных мнений, что пока этого сделать не удалось. Это Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Верхоскис стал первым малым селом, где появилось футбольное поле с искусственным покрытием для мини-футбола. Именно в этом виде спорта местная команда девочек за последние три года дважды становилась призером российских соревнований в городах Москва и Геленджик. За что и получила в качестве приза от Российского футбольного союза искусственный газон. Под этот подарок стоимостью свыше полумиллиона рублей понадобилось сделать качественное грунтовое основание. Оно обошлось примерно в такую же цену. Расходы взял на себя районный бюджет. Теперь, по словам тренера, желающих играть в футбол стало больше. Когда поле это появилось, появились некоторые личности, которых я никак вижу, ребенок одаренный, но они охотят. Я говорю, не хочу, и все. А тут буквально вчера один пришел, второй, третий пришел, и тесты провел. Одаренность такая, и они как бы сегодня уже вот у нас вот открытие, они пришли. Будет сегодня тренировка или нет? Я говорю, ребята, увидите завтра. Искусственное поле в будущем станет полноценной спортивной площадкой, способной разместить и болельщиков, и с более комфортными условиями для спортсменов. Мы проектно-сменную документацию подготовили на ограждения сетчатые, трибуны, освещение, теплые раздевалки. То есть документация вся есть, теперь только зависит от того, что если ситуация с финансами позволит, чтобы второй этап тоже до конца довести. Как раз, кстати, пришлось бы поле с искусственным ледовым покрытием хоккейной команды «Саяны», которая на этой неделе, ведомая Виталием Лозицким, одержала первые победы в первенстве страны среди коллективов высшей лиги. В Иркутске дважды обыгран второй состав команды «Байкал Энергия» 6-4 и 7-3. Правда, за тур до этого были поражения в Красноярске от второго состава «Енисея» 1-2 и 1-3. А теперь на следующей неделе предстоят домашние игры. И из-за теплой погоды, как говорят в Министерстве спорта, было неясно, где пройдут матчи. И сейчас стоит вопрос только о том, где раньше подготовят более качественный лед. Там, где его подготовят, там команда и будет играть. Не важно, «Саяны» это будет или «Локомотив» это будет. Погода, сами видите, какая. Проблемы очень серьезные. Люди работают в основном ночами. На портале хоккейного клуба появилась информация, что команды выйдут все же на поле стадиона «Саяны». Стартовый матч 27 ноября, повторный, 28-го, начало в 19 часов, цена билета 30 рублей. В соперниках у абаканского коллектива будет вторая команда кемеровского клуба «Кузбасс». Абаканский школьник примет участие в международном конкурсе юных пианистов. Чтобы стать его участником, пришлось пройти серьезный отбор. Зато впереди поездка в Москву на телевизионный фестиваль. И, как становится ясно из следующего сюжета, одним из слагаемых успеха стала полная равнодушие к современной популярной музыке. 12-летний Мурат Гаджиев исполняет токату современного композитора Роберта Мучинского. Это произведение и еще три сочинения мировых классиков юный музыкант представит на международном телеконкурсе «Щелкунчик». Репертуар юному дарованию помог продумать наставник, заслуженный деятель искусств Хакасии Александр Никифоров, который уже пять лет развивает мастерство Мурада. «Заниматься с ним одно удовольствие, надо так сказать. Потому что он большой труженик. Это я могу со всей полнотой сказать. Он много занимается для своего возраста. Да и вообще. Он очень организованный мальчик. Поэтому, ну, просто заниматься с такими детьми, на самом деле, для педагога большое счастье». У молодого пианиста уже довольно зрелый взгляд на музыку. Об этом говорят и его пристрастия. Мурат признается в равнодушии к современной популярной музыке. Предпочитает классику, джаз, блюз. «Мои любимые композиторы – Моцарт, Бетховим. И я иногда слушаю Брамса». «Почему, Павел, выбор на них?» «Потому что, как бы, эти композиторы больше всего передают для меня чувства и больше всего мне нравятся. У них такие есть произведения, которые затягивают душу, можно так сказать даже». Кроме фортепиано, Мурат с удовольствием играет на гитаре и может в мастерске поставить мат в шахматах. Но магия клавиш на первом месте. С инструментом юный музыкант не расстается уже шесть лет. За столь непродолжительную творческую биографию успел собрать коллекцию статуэток за победы в различных конкурсах. Важную роль в успехе мальчика сыграла семья. Именно мама, педагог музыкальной школы, заметила гибкие фортепианные руки сына и решила обучать его музыке. Но уже через год доверила Мурата своему учителю Александру Никифорову. Александр Иванович, он наставник, он друг, он суперпрофессионал в своем деле. Вот он находит такие слова именно для Мурата, что Мурат его понимает с полуслова. Другому ребенку он находит другие слова. Ведь уроки же проходят в индивидуальной форме. И для каждого продумывает, какие же произведения задать. Как же подобрать так репертуар, чтобы вот он подходил вот именно этому ребенку. Александр Никифоров – талантливый преподаватель и исполнитель классической музыки. Воспитал ни одного успешного пианиста. Искренне говорит о том, что профессия для него не просто работа, но и страсть. Однако сам педагог из совершенно не музыкальной семьи. Просто отец тогда еще не родившегося Александра решил подарить жене пианино. Так в доме появился инструмент. С этого инструмента все и началось. Сегодня вся семья музыкантов в совершенстве владеет универсальным языком человечества. Преподаватель называет три важных составляющих музыкального успеха. Дарование, учитель и семья. Все это есть у старшего сына Читы Никифоровых – Осипа, который окончил музыкальную школу имени Александра Кенеля, где посещал класс своего отца. Сейчас Осип оттачивает свое мастерство в одном из престижнейших университетов в штате Миннесота. Талантливый пианист регулярно приезжает на каникулы в Хакасию, дает концерты. Следующий состоится буквально через месяц. Будет юбилейный концерт от нашего музыкального абонемента, который называется «Музыкальная академия» в Абаканской филармонии. И в этом концерте мы будем с супругой играть. Также будет играть Осип. Будет играть он с симфоническим оркестром, будет играть с музыкантами другими. И это будет такой концерт, которым, конечно, мы все ждем. И я, пользуясь случаем, конечно, всех приглашаю людей, кто любит классическую музыку, приходите, пожалуйста. В ближайших планах Александра Никифорова выступление на фестивале российского искусства в Германии. А по возвращению поездка в Москву вместе с Мурадом Гаджиевым на международный телеконкурс «Щелкунчик», где соперниками ученика Абаканской музыкальной школы станут 15 как российских, так и зарубежных исполнителей. Юлия Домбаева, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия, События недели. Если столица Хакасии в этом году в конце ноября непривычно бесснежна, то всего в 200 километрах от Абакана настоящая зима полноценная, с большим количеством снега. Это в вершине Тёи. И там, как сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльби, практически вся страна готовится на весь предстоящий сезон. Погодные условия обеспечены местоположением поселка, а всё остальное организаторами турнира, которые носят название «Открытый кубок Хакасии» или «Континентальный кубок Восточной Европы». На старте в первый день соревнований больше 500 спортсменов, 200 в женской гонке, свыше 300 в мужской. И это только лыжники, а ведь с ними ещё обслуживающий персонал. И от так называемой обслуги зависит результат. Подобрать под погоду нужную смазку – их задача. И она зачастую превыше физических кондиций спортсменов. На сегодняшний день смазка играет, я думаю, больше половины результата. Потому что спортсмены готовы примерно на одном уровне. Ну, на уровне, там, олимпийской, чемпионатах мира. Там есть тридцатка, которая может быть тридцатой, быть первым, первым быть тридцатой. Всё зависит от нас. В спринтерских гонках по нескольку стартов в день. По кубковой системе на выбывание. Пока в финале не останется шестёрка лучших. И дистанция всего в полтора километра. А на финише уже нет сил стоять на ногах. Потому что не участие в таких турнирах главное, а победа. Идёт отбор лучших в сборную страны. Юниорскую, юношескую и главную – национальную. Обязательно надо прибежать к квалификации. То есть, если бы я сейчас, скажем так, немножечко себя пожарила, возможно, я бы не прошла дальше. Задача самая высокая. Здесь, тем более, идёт отбор на этап Кубка мира. Так что, тут первое-второе место отбирается. Задача очень высокая. А если на этап отбираешься, это уже ближе на один шаг к Олимпийским играм. Лыжная трасса здесь приблизительно с таким же рельефом, который будет на Олимпиаде в Сочи. Непростые, говорят спортсмены, сложные. Согласно международным стандартам. Трасса не должна быть лёгкой. Существуют определённые высотные параметры. Это и суммарный набор, и перепад высот, и состав должны быть определённые подъёмы, категорированные подъёмы с определённой геометрией. Это всё есть на этих трассах. Спортсмены живут в реконструированном, можно сказать, новом профилактории. В будущем планируется строительство ещё нескольких корпусов. Но уже сейчас Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, называет сегодняшних спортсменов изнеженными, без обиды. Просто живут в хороших условиях, особенно в отличие от тех, в которых у неё самой, олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира. Закалялся характер. Летом ездили кататься на снег под Воркуту. Мы жили просто в составах вагонных, там плацкарты, и вот на них спали и тренировались. Двухъярусные кровати и туалет только на улице. И сейчас это, наверное, почти для всех дикость какая-то будет. Центр спортивной подготовки в вершине Тёи, считает Елена Вяльбе, развивался бы более динамично при условиях устойчивого финансирования из федерального центра, чего пока не достаёт. Учитывая, что республика делает всё возможное, в том числе и на лыжных дистанциях, в конкуренции с опытными спортсменами. Потихоньку прибавляемся. То есть, если первый год, когда мы выступали, три года назад здесь, все практически последние места у нас были, то сейчас у нас железно все в середине. Мы уже попадаем в очковую зону, то есть набираем очки, которые набираются очки. По этим очкам уже определяется рейтинг республики Хакаси вообще в России. То есть мы уже попадать стали в рейтинг. Раньше вообще мы не набирали нигде очков и не попадали в рейтинг. Для тренировок лыжников Хакаси в команду приглашён специалист из Белоруссии. Евгений Нефёдов, сам сибиряк, когда-то тоже начинал в вершине тёй. Возвращаться не загадывал, но приглашение принял. Там, во-первых, и людей мало, то есть здесь очень интересный материал, то есть, скажем так, те дети, которые есть, очень перспективные с ними, интересно работать. Пока же в лыжных гонках доминируют спортсмены из Тюмени, Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Красноярского края. С ними сложно состязаться и гостям из ближнего зарубежья, Казахстана и Украины, участие которых и даёт турниру статус континентального. В вершине тёй, по словам профессионалов, всеформатный комплект трасс. Всего их восемь, то есть, разной сложности и протяжённости. И на всё получен сертификат Международной Федерации Лыжных Гонок. И стадион уже соответствует многим требованиям. Дело осталось за инфраструктурой. Это трибуны, различные сопутствующие объекты, искусственное снижение и лыжероллерная трасса. О сроках ввода в эксплуатацию в интервью с Еленой Вяльби. Елена Валерьевна, третий год ведётся здесь стройка в вершине тёй. Не разочаровывает вас наша вершина тёй? Может быть, тебе были мысли выбрать какой-то другой объект, другой вообще регион? То, что касается вкатывания, здесь, как я говорю, и не только я, многие спортсмены говорят про такие места. Это место намоленное. Вот уже, по-моему, в следующем году будем 40 лет отмечать, как сюда первая нога с лыжи вступила, лыжника. Тогда ещё советского, поэтому... Ну, есть определённые сложности. К сожалению, стройка всегда требует, как говорится, больших денежных вливаний. Вот в этом году, наверное, были самые маленькие. Но я надеюсь, что всё-таки к 2015 году мы этот объект завершим совместно. Потому что я реально прошу постоянно, когда есть возможность, и в Минспорте в российском денежку. У вас в этом году тоже, к сожалению, своих денег, в общем, с бюджетом не очень хорошо. Так что, ну, в любом случае, его завершать надо. И мы оставим после себя хороший след, так скажем. А лыжники как ездили, так и будут сюда ездить ещё долгие годы. Поэтому, особенно перед Кореей, я думаю, это будет один из основных объектов на вкатывании, может быть, на закатке. Если будут роллеры, конечно. Конечно. Ну, конечно, мы же всё равно уже думаем о будущем. И не только мы. Поэтому верю, что это всё произойдёт. Я имел в виду и погодные условия в Вершинничёве. Ну, вот сегодня, слава богу, снег. Ну, знаете, ну, вот в этом году, конечно, было меньше снега с самого начала, когда приехали. Но ни одна лыжная тренировка не сорвалась. У нас приехали самые первые сюда юниорская молодёжная команда. То есть это наш ближайший резерв. Сказать честно, у меня вот, как бы я по телефону разговариваю, ребята порадовали. Сказали, что всё, что было запланировано, мы всё выполнили. Нам, конечно, приятно, что именно в наш регион приезжают спортсмены. Но неужели вот такая большая страна, неужели больше нет никого другого региона, где бы в это же время был снег, ну и то же самое Среднегорье? Нет, ну почему? Снег, конечно, есть. Есть Валдань. Ребята были в этом году тоже. Вот спринтеры наши Валдань. Но сейчас там 35 градусов мороза. Кататься невозможно. Мы достаточно часто ездили раньше в Мурманскую область. Но, к сожалению, там, ну так случилось, как-то руководство всё немножко затихло, как говорится. То есть энтузиазма большого не было. Сейчас нет таких условий. Помимо снега нам же надо, чтобы мы где-то жили, нам же надо, чтобы мы смогли провести соревнования. Мы, как правило, там, где проводим первый снег, проводим первые большие соревнования. Вы же видите, в первый день 300 с лишним человек мужчин участвуют, 200 с лишним женщин. Сегодня 200 с лишним мужчин и почти 200 женщин. Для спринта это огромное количество. То есть практически вся страна находится здесь, которая готовится к тем или иным сложным соревнованиям на весь селе. Можете оценить усилия Министерства спорта, правительства Республики Хакасия, вот по возведению этого объекта, вот этого центра спортивной подготовки? Вы решите, ну вот уже готов профилактория, или, как можно назвать, гостиница? Ну, вы знаете, я, вот так скажем, работая тоже 11 лет советником губернатора Московской области, очень хорошо знаю, что всё зависит от руководителя региона. Если он захочет, значит, всё равно будет делаться. Не важно, о чём будет идти речь, о спортивном объекте, о какой-то там культурном мероприятии, о строительстве жилого фонда или ещё что-то. Всё зависит от руководителя. И я вообще благодарна судьбе, что я встречаю в своей жизни таких энтузиастов и людей, которые с пониманием относятся и точно так же выбивают. И мы вместе бывали с Виктором Михайловичем Зиминым у министра спорта Мутко, просили деньги на этот объект. И он не опускает руки, и он сюда приезжает, он контролирует, смотрит, и энтузиазом того же Денечкова Валерия Васильевича, да, министра спорта. Конечно, это, если бы не они, то здесь бы ничего не было. Что бы мы не хотели сделать, здесь бы ничего не было. Какая часть объекта, я имею в виду полностью весь центр спортивной подготовки, какая часть объекта сейчас готова? Вы знаете, как для лыжника, конечно, самое главное, чтобы были сами трассы. Они есть, они идеальные, очень хорошие, сложные трассы, всё замечательно. Я очень хочу, чтобы была лыжероллерная трасса. Если бы он был таким всесезонным, было бы лучше. Хоть и небольшая высота, но после неё хорошо чувствуешь, хорошо бежишься. Что касается самого стадиона, конечно, нет, где спортсменам переодеться, одеться. В принципе, объём работы в основном должен находиться именно там. То есть нам нужна лыжероллерная трасса. То есть, если будет лыжероллерная трасса, то спортсмены сюда начнут приезжать раньше? Да не раньше, они будут летом здесь тренироваться. И в июне, и в июле, и в августе, и, пожалуйста, и в сентябре. Конечно, это будет и для вас, для региона. Здесь люди работают в основном только зимой, а тогда они будут задействованы и на всё лето. Когда ещё вы выходили на старт, я помню, вашей победы, у нас тогда была очень сильная женская сборная. Сейчас получился такой некий провал. А вот какие у нас перспективы, ну скажем, и на Сочинскую Олимпиаду, и в перспективе там уже 2018 и Корея? Я не думаю, что на этой Олимпиаде женщины останутся без медалей, потому что всё-таки прошлогодний чемпионат мира, две бронзовые медали, показали о том, что мы можем уже, как говорится, конкурировать с лидерами. Да, мы не лидеры, но мы можем быть рядом и стоять на педестале. А что касается, какие были мы раньше, можно много примеров привести, но это бывает очень часто. Когда уходят все лидеры, в команде остаются такие достаточно посредственные лесорые спортсмены, то есть ещё молодые, и не за кем тянутся. У нас как раз это самое и произошло. Сейчас очень неплохая молодёжь. Вот мы чаще говорим о центре спортивной подготовки здесь, в решении Тюэй, всё больше в контексте Сочинской Олимпиады. А у этого объекта, насколько я понимаю, перспективы же, наверное, есть и после Олимпийских игр в Сочи. Ну, если 40 лет ездили, почему надо думать только о Сочи? Надо думать и дальше. И жизнь, на самом деле, после Сочи же будет продолжаться у спортсменов, сколько у молодых. У нас не так много в нашей стране таких хороших центров, где они востребованы на самом деле. Понятно, что в вашем регионе нет таких денег, допустим, как в Тюмени или как в Фантамансийске. Мы на это, как говорится, и не претендуем. Но в Тюмени нет в это время снега, и быть его там не может. Елена Вяльбе, спасибо большое. Да, не за что. Уже перед отъездом из Хакасии Елена Вяльбе поделилась принятым решением, что молодёжный состав сборной России остаётся в вершине Тюэй ещё примерно на месяц для подготовки к первенству мира. Ранее планировалось, что команда переедет в Сыктывкар, но там, вопреки ожиданиям, нет снега. Ну а на следующей неделе Хакасия примет эстафету Олимпийского огня. Одних только факелоносцев ожидается 200 человек. Должно быть, как минимум, любопытно. На этом всё. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова